Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Сегодня вы узнаете о самых интересных публикациях за неделю. Мы начинаем. Платить по счетам призывает газета «Чебоксарские новости». Издание констатирует, к началу весны жители столицы Чувашии задолжали более 400 миллионов рублей за коммунальные услуги. Отчаявшись получить деньги с должников, управляющие компании вынуждены идти на крайние меры, отключают электричество и ограничивают доступ к другим услугам, например, к водоотведению. Газета дает совет, что делать, если накопились долги. Горожане, попавшие в затруднительное финансовое положение, имеют возможность погасить свой долг поэтапно. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление о заключении соглашения, пишет издание. И добавляет, что на время действия соглашения управляющая компания не начисляет пени. Подробности читайте в газете «Чебоксарские новости». Внутрипартийный конфликт КПРФ перекинулся на Новочебоксарск. Об этом рассказывает газета «Про город». Новочебоксарские коммунисты не согласны с кадровой политикой лидера республиканского отделения партии. Ветераны КПРФ собирают подписи под обращением к Геннадию Зюганову. Требуют отставки регионального руководителя Валентина Шурчанова. Подробности в газете «Про город». На странице газеты «Советская Чувашия» вернулся проект «Наша республика. Главная тема». Это совместная программа издания и двух региональных телеканалов ГТРК «Чувашия» и Национального телевидения. В премьерном материале речь идет о темпах и качестве строительства жилья в республике. Вместе с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым корреспондент газеты побывал на строительных площадках и в гостях у новоселов. В материале, к примеру, можно узнать о продлении программы льготного ипотечного кредитования. «Строить много сегодня недостаточно», – приводит издание цитату главы Чувашия. Одна из основных задач – разработка и реализация механизмов, позволяющих обеспечить доступность жилья для населения. Помощь в решении жилищной проблемы людям будет оказываться, несмотря на кризисные явления в финансовой и экономической сферах. Об этом читайте на страницах газеты «Советская Чувашия». За современными условиями для занятий спортом теперь необязательно ехать в столицу. В Янышской школе Чебоксарского района свои двери она открыла в начале учебного года. Даже во время каникул не смолкает детский смех. Сюда съезжаются ребята из 16 окружных деревень. Газета «Таваньен» напоминает, что Янышская школа – одно из первых новых универсальных учебных заведений республики. В одном месте здесь организовали детский сад, школу и современный спортивный комплекс. О том, в каких условиях занимаются будущие спортсмены, что дают на обед дошколятам и как готовят будущих краеведов, узнали корреспонденты газеты «Таваньен». Глава администрации города Чебоксар Алексей Ладыков ответил на вопросы горожан. Газета «Московский комсомолец» внимательно выслушала не только вопросы жителей, но и ответы на них. Во время горячей телефонной линии молодые мамы интересовались планами по строительству детского сада в микрорайоне Ольгешева. Сити-менеджер заверил, что во втором квартале этого года будут объявлены торги. «В этом году однозначно начинаем строительство. В следующем году этот садик будет введен в эксплуатацию», – сказал Алексей Ладыков. Всего, отмечает издание, в ходе телефонного разговора глава администрации города ответил почти на 50 вопросов. Жителей города интересовала судьба муниципальных жилых комнат, сроки организации муниципального центра, передержки домашних животных, зарплата воспитателей в детских садах. Об этом читайте в газете «Московский комсомолец». На балет «Билетов нет» констатирует газета «Грани» и рассказывает о самых интересных событиях юбилейного 20-го международного балетного фестиваля. В эти дни он проходит в Чувашском государственном театре оперы и балета. Открыл фестиваль балет «Спящая красавица». «Грани» рассказывает, к премьере этот спектакль был не просто обновлен, а реанимирован. Это и новые декорации, и новые костюмы, и новая танцевальная интерпретация, соединившая в себе два противоположных направления – классику и модерн. «Мы постарались взять лучшее», – говорит художественный руководитель фестиваля Данил Салимбаев. «От Сергеева – динамику, от Гусева – красоту и внешний ряд меняющихся картин. С новыми декорациями и костюмами можем себе это позволить». Репортаж из-за кулиса зрительного зала для тех, кто не успел купить билет в свежем выпуске газеты «Грани». Это были самые заметные публикации прошедшей недели. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин